здравствуйте друзья в эфире канал не рашку и в рубрике лаборатория политического и военного анализа сокращенно лаборатория пиво с вами юрий геминфар и александр глущенко и так лукашенко продолжает чудить причем чем дальше тем чудеса те и чудеса те в частности как сообщает bbc беларусь просит россию экстрадировать певицу анжелику огурбаш которую объявляет в оскорблении лукашенко я напоминаю что анжелика огурбаш это солистка известной белорусской группы вера сын цитата в генеральную прокуратуру российской федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности в беларуси на родине певицы в отношении нее возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни часть 3 статьи 130 у к республики беларусь и за публичное оскорбление президента часть 2 статьи 368 уголовного кодекса республики беларусь как сообщает беларусская прокуратура огурбаш заочно арестована ей грозит максимальное наказание по предъявленным обвинением на срок до 12 лет но вот в чем дорогие друзья на интереснейшая деталь дело в том что анжелика огурбаш действительно родилась в беларуси но она гражданка российской федерации а теперь внимание только документы ловкость рук и никакого мошенства вот дорогие друзья закон о гражданстве республики беларусь гражданами республики беларусь признаются все лица родившиеся на территории государства а также те кто родился за пределами беларуси но один из родителей которого является белорусским гражданином а теперь вуаля граждане старше 18 лет не имеют право на двойное гражданство только несовершеннолетние в возрасте до 18 лет временно или постоянно проживающие на территории беларуси у которых оба родителя граждане других государств имеют право на двойное гражданство по достижении 18 летнего возраста такие лица должны принять решение о выборе страны гражданство которой они хотят принять если такое лицо решает сохранить белорусское гражданство она должна отказаться от гражданства любых других стран конец цитаты насколько мы можем судить дорогие друзья анжелика огурбаш скорее всего совершеннолетняя хотя саня ну мы джентльмена возрасте дамы не говорят но ей по моему больше 18 лет у меня вопрос лука он вообще что называется с разбега бетонную стену долбанулся или делает это постоянно что этот тигент говорит я не понимаю подожди мы же давно знаем что у него мозаичная психопатия этот диагноз был поставлен ему когда ему было там 20 с копейками когда он там где-то служил срочную службу по призыву офицера в армии потом его из этой армии выгнали он потом восстанавливался потом второй раз выгнали из-за идиотизма а куда ты денешься вот если этот прекрасный народ среди которого у меня огромное количество друзей если взял себе поставил над собой начальником этого урода вот он и будет вам творить такие вещи и он с этим своим оскорблением носится как дурень со ступой как говорят в русском народе да или как списанный торт вот что он с ним носится вот если отследить внимательно каким оскорблением каким нападком подвергаются президенты глава государств глава правительств в демократических странах любой оппозиционер имеет право над тобой издеваться стоп-стоп-стоп-стоп-стоп в законодательстве многих стран есть пункты о об ответственности за оскорбление органов государственной власти и первых лиц во многих странах такое есть ну например в соединенном королевстве за оскорбление и ее величество предусмотрена очень серьезная ответственность это действительно так но понимаешь в чем дело ни одно цивилизованное государство не признает обвинение в отношении не граждан мы граждане российской федерации сколько раз мы с тобой нелицеприятно отзывались о давайте такой пример приведем лидере северной кореи ким чен и не ну ну пускай они возбуждают против нас уголовное дело ким чен и пусть там к расстрелу через повешение на электрическом стуле нас приговаривает а мы да в северной корее ни в одном государстве не предусмотрено в законодательстве ответственность за оскорбление других глав государств тот же самый гражданин соединенного королевства может нелицеприятно высказываться например о короле короле швеции и ничего имеет право это не предусматривает ответственность гражданка российской федерации высказалась нелицеприятно о и сама самозванца кресле республики беларусь а вот теперь будет будем наблюдать теперь каким образом поступит наш сказочный национальный лидер будем наблюдать примет такое решение или не примет к тому же я примерно вот ты сейчас когда начал фабула этого дела излагать до этой новости я так понял что оно обречено в принципе с точки зрения российского законодательства на провал абсолютно потому что по букве конституции по букве по наш да по букве по нашей конституции во первых граждане российской федерации даже совершившие преступления не подлежат выдаче иностранным государством вот пусть возбуждается на них уголовное дело за границей например если они реально что-то натворили если она обложила его там тремя веселыми буквами этого лукашенко ну так сказать ну на упрощенном языке на не сильно изыск в не сильно изысканных словах скажем так уголовное дело можете возбуждать передавать в российские следственные органы и российские следственные органы будут его расследовать и наказывать и доводить до суда на основании чего она это сделала находясь на территории российской федерации гражданка российской федерации я сказал в общем виде любое преступление не обязательно это может быть оскорбление там или там а что-то ну человек что-то украл там допустим там унес ограбил чисто общее уголовное преступление что ты не натворил если ты россиянин и живешь в россии тебя будут преследовать по российским законам на основании российского уголовного комитета административного не важно чтобы ты не натворил и тебя никто сидеть в чужую страну не отправит ни в коем случае точно такой же прецедентный момент существует например в америке такой же прецедентный момент существует великобритании почему многие например полит и полит и мигранты рвутся британия вот почему там живет ходорковский почему там находится тот же чичваркин да почему да потому что ну как дону выдачи нету как казаки тут есть еще даже в законе об уголовных наказаниях государства израиль есть один интересный пункт в израиле предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление друг лидеров других государств но только в одном случае если этот лидер находится на территории государства израиль да если этот лидер находится за пределами да хоть материта его хоть по-русски хоть по еврейски хоть на языке урду ответственности нет вот если путин вот я уже на пальцах объясняю вот если путин приедет в израиль и его какой-нибудь гражданин израиля обложит в лицо в лицо подчеркиваю не в прессе а лицо это оскорбление это он уже будет сидеть по законам израильским законам как только путин уезжает за приди улетает виноват за пределы израиля это говорит о мудрости еврейского народа в том плане что это проявление гостеприимства ты приезжай и никто не имеет права тебя обложить вот только ты уехал мы тебя обложим прям лихо без проблем вот и второй момент почему это значит замысел лукашенко обречен на неудачу он обратился с этой просьбой генеральную прокуратуру российской федерации я чисто по но по правовым нашим нормам ясно четко могу сказать что прокуратура такими вещами не занимается только в том случае если она перешлет это обращение в другой орган у нас во первых ну то есть прокуратура это надзорный орган у нас привлечением к ответственности или выдачи занимается либо мвд либо фсб либо следственный комитет все у нас нет других прокуратура надзорный орган она только надзирает и указывает у них отняли функцию следствие привлечения к ответственности только надзор и поддержка обвинения в суде я тебе больше скажу на международном уровне это идет по линии мида ну да конечно не ты не я мы не дипломаты мы заработаем в миде но даже мой это знаю а лука это не знаю с каждым днем я просто убеждаюсь смотрю все его эти художества которые связаны были с прошлогодними разгонами протестов с посадкой этого самого самолета и тоже вообще это высший пилотаж если можно так назвать политика да ну в переносном смысле раз связано с самолетом значит высший пилотаж идиота вот и сейчас вот с выдачи этой девочки или женщины там неважно просто в том плане что человек действительно подчеркивает то что диагноз который называется мозаичная психопатия подтверждается что он прет как бык на красный цвет на красную тряпку он ничего не понимает и то о чем писал собственно говоря салтыков щедрин вспоминает характеристика угрюм бурчеева он горит чем опасен идиот вот сейчас дотянуться до полки нет возможности из кадра чем опасен идиот потому что у него как там сказано он не знает никаких преград он просто не понимает он прет на пролом везде и для него нет никаких ограничений просто вот он он будет видеть забор он пробьет лбом этот забор будет видеть бетонную плиту он пробьет бетонную плиту или будет речку речку ну да да речку переплывет там я не знаю через овраг перепрыгнет но преград он не видит и не понимает вот в этом суть этого самого лукашенко я очень сильно удивлен и уважаемые белорусы не подумайте что я в какой-то степени там националист для меня национального вопроса не существует но я удивлен что среди этого прекрасного народа существует такой субъект но в заключении вопроса а как путин поступит в этой ситуации значит мы это узнаем от господина пескова буквально сегодня или завтра давай отследим потому что у него брифинги идут каждый день с журналистами сейчас включим приемник включим радио вот в нем уши наушники и будем слушать что сегодня ближе к обеду у него обычно два часа первый итог по нашему по москве где-то в час первый итог его первой половины дня вот этого брифинга там или встречи с журналистами или телефонного разговора с журналистами вот этот бубнешь он же когда надо он бубнит когда не надо он мочит когда совсем чуть не надо он говорит ясный ясный четко он сейчас будет говорить что это он даже так скажет это я даже уверен как он скажет вы поймите что это не прерогатива поймите что это не компетенция президента это слишком мелкий вопрос этим вопросом будет заниматься министерство иностранных дел и мвд паспортно-визовая служба вот он так скажет обращайтесь на три буквы в середине у приблизительно так да друзья мои все чудеса те и чудеса те но но я как всегда напоминаю выводы делать только вам и да в заключении живая беларусь и кстати и слава украине но выводы делать только вам подписывайтесь на канал мира шор до встречи пока